сегодня я хотела вкратце рассказать как я провела у себя утилизацию ненужных вещей и сшила вот такой коврик в технике синель вот такая у него изнаночная сторона и вот так вот он выглядит итак у меня есть вот такая старая навочка зеленая одна из ее частей будет верхом другая изнанкой есть разного размера лоскуты ткани тоже не новые здесь два платья рубашки сейчас моя задача на основу наложить лоскуты одно из условий правильно синели это расположить их по долевой покажу что у меня получилось вот такие слои у меня получились вторая сторона наволочки изнаночной стороной вверх дальше идет слой изнаночной стороной вниз и дальше накладывается у меня разные кусочки разного размера вот так соединенный просто один на один нахлёст и сверху цельная ткань сторона наволочки так значит у нас получается что разрезаться будут и верхние четыре слоя а два нижних я уже сказала не будут разрезаться сейчас я прометаю крупными стежками соединю все слои расчерчу под углом 45 градусов между линиями сделаю наверное два сантиметра да и чтобы сам мех синельный получился сантиметр и потом покажу ну вот я прострочила по намеченным линиям расстояние сделала между линиями 3 сантиметра побольше решила выровняла и у меня из квадратного прямоугольное получилось полотно сейчас я разрежу и останется только окантовать ну и конечно расчесать сделать синельный мех и это всегда интригующе потому что не знаю что получится в итоге такая уж эта техника синель и мне вот интересно будет видно или нет тигра на этой синельной ткани сейчас посмотрим расстояние которое сделала 3 сантиметра между строчками это оказалось много поэтому я сделала строчки еще внутри и получилось полтора сантиметра и я сейчас разрежу и наш мир будет 0 7 сантиметров 7 миллиметров ну вот такой коврик у меня получился я хорошенько расчесала свою синель очень жесткой щеткой окантовала зеленой бейкой в свет и в целом осталось результатом довольно вот очертание тигра если после разрезания было видно хорошо его то сейчас практически не видно зато сама синель получилась очень хороший так как ткани были не новая все вычесалось очень хорошо и тем кто сомневается получится ли не получится смело пробуйте возьмите как я старые ненужные вещи простыни налочки кофты платья и главное положить все под оливой если даже цельных кусков не будет как у меня то налаживать друг на друга там получается что в некоторых местах слои потолще немножко но это незаметно абсолютно и разрезать главное под 45 градусов и тогда уже точно получится но еще конечно верхнюю ткань нужно взять поярче с каким-то при принтом или с цветами тогда получится красиво